Добрый вечер, дамы и господа. Я убил предыдущие два видео, потому что они мне показались в свете того, что я сейчас скажу, не очень актуальными, что ли. Точнее говоря, я решил их убить, потому что сейчас я делаю это видео, в котором будет всё сказано. Мне не хотелось, так сказать, чтобы первое видео содержало информацию про того человека, в котором я разочаровался, и второе, наверное, потому что оно излишне эмоционально было. А вот сейчас я попытаюсь как-то более трезво подойти к вопросу. Я пытался сформулировать для себя, что же такое в массе своей YouTube, и почему порой возникает такой феномен, когда ты очаровываешься кем-то, а потом оказывается, что этот человек не тот, за кого себя выдают. Наверное, я должен относиться к такому феномену, как к макюментаре в кино. То есть, когда я смотрю какой-то макюментаре, ну, конечно, которое уже сейчас стало общим местом, а вот YouTube еще не стал таким общим местом. То есть, в нем еще довольно легко наколоться, запутаться, купиться на ту маску, которую носят ютюбовские актеры. И это, в общем, очень здорово, что такое существует, что до сих пор... То есть, что есть какая-то медиа, которая позволяет делать вот такие разводы, маски одевать и так далее. То есть, производитель YouTube-продукта это актер очень особого рода, который напирает именно на правдивость того, что он показывает. И я, и, наверное, кто-то из вас покупался когда-то на это, а может быть, не покупался, я не знаю. Ну вот, я такой доверчивый человек. И, с одной стороны, у меня это вызвало, ну, может быть, даже бешенство. А потом я как-то пересмотрел это мнение и решил, что наверное, это здорово. Наверное, это, черт возьми, здорово, потому что действительно новое кино, новый шанр в кино. Кому можно в YouTube доверять? Ну, кто не врет вам совершенно точно. Это старый Гамаз, настоящий Гамаз, а не тот канал, который существует сейчас, у которого, кстати, немало подписчиков по какой-то причине, наверное, на волне популярности того старого Гамаза. Вот тот Неврал, который настоящий. Автор нового использует старые записи Гамаза, которые накачал, вероятнее всего, и выбрасывают их на гора, как-то снабжая какими-то там странными титрами, еще каким-то говном, из чего у некоторых людей создается впечатление, что действительно Гамаз, который реагирует там на войну в Украине или еще на что-то. И самое смешное, что действительно пишут комменты люди, реагируя на это, там, ах ты ублюдок, там, как тебе там рвет пукан и так далее. То есть люди на это покупаются. Ну, вот такой канал хренов. Ну, меня как человеку, который, ну, поклонник того старого Гамаза, да, его искренности настоящей, вообще люблю искренность все-таки. Да, есть постмодернизм с его масками, да, вот есть актеры, которые надевают эти маски, играют роли, и ожидать от актера, который играет Гитлера, что он действительно нацист, от актера, который играет Чикатило, что он в быту жрет человеческое мясо, наверное, глупо, естественно. Да, к чему я даю? В общем, это все очень здорово, но мне нравится, как я уже говорил, в том числе и искренность. Все-таки искренность для меня это, ну, что-то более важное, чем маски, чем это вот актерство. Хорош Галмаз, хорош Ильдар Багунов, хорош даже канал Тунеяд, где, в общем, этот человек совершенно неприкрыто показывает всю правду своей жизни, как он ест торт с рыбой, как еще Бог знает, что делает, показывает свой жуткий быт, и ничего не скрывает, в общем-то, да, он говорит о себе, что он хитий, что он шизофреник, что 20 лет не выходил из дома, что, конечно же, не маска, безусловно, не маска, а реальная его жизнь. Мы можем подглядывать в замочную скважину за такими людьми, и за Гамазом, и за таким вот человеком, и действительно доверять всей этой информации, что Гамаз там боялся выйти на улицу, что боялся автомобилей, что, ну, еще какие-то вещи, да, Гамаз тоже пытался как-то там что-то играть, но это было ясно, что это не та игра, это не та циничная, постмодернистская игра, а не тот симулякор, который выдают такие стреляные воробьи или настоящие монстры Ютьюба. Ну, как... Я не знаю, я вспоминаю в этой связи еще и Бойса, который всю жизнь играл такую странную роль немецкого летчика, бывшего немецкого летчика, не будучи им, и так далее. То есть такие феномены они, безусловно, существовали в современном искусстве. Вот сейчас мы наблюдаем такую спонтанную картину перенесения вот этих постмодернистских стимулякоров уже в сеть. Ну, а почему нет? Собственно, сеть, она, наверное, и располагает к этому. Понятно, что кино – иллюзия, да, никто ей не говорит, что кино – не иллюзия. А почему, собственно, другая визуальная медиа, очень близкая к этому не должна быть иллюзии. Это, конечно, в этом смысле, наверное, не то, что нехорошо, а может разочаровывать, да, что тебе говорят, а у меня вот такая жизнь, а я вот так вот страдал, или я вот такой и сякой. Как бы человек тебе рассказывает с экрана какую-то свою жизнь, какие-то свои истории, а потом оказывается, что он вовсе не тот, за кого себя выдает, что он просто такой совершенный актер. Ну, я не знаю. Не хотелось бы вспоминать в связи с этим, конечно, огневый огонек, это совсем другое феномен. Это просто человек, который носит какую-то маску по какой-то причине, скрывает свое лицо. Наверное, я не знаю, почему, откровенно говоря. Может быть, чтобы на улице не приставали, может быть, она, у нее какие-то комплексы по поводу ее внешности, тоже не ясно. Но она, во всяком случае, по-моему, да, не задам отвечать на вопросы, что я говорю. Так что в этом случае опять, как ты можешь верить человеку, который отвечает на какие-то вопросы, а ты даже не видишь его лица и вообще не представляешь, кто это вообще с другой стороны. Ну, конечно, вспоминается и треклятый Саша Спилберг со всеми ее сценаристами и костюмерами. Это уже другое шоу. Ну, все это вот такое макюментри, такой постмодернизм, такое вот кино. Ну, остается только смотреть, продолжать смотреть это кино, наслаждаться им. Наслаждаться им. Так же, как мы наслаждались каким-нибудь Блэр Вич Проджект в свое время, и кто-то верил. Я помню, я когда-то устраивал опросы на улицах, ходил по улицам Софии с камерой и микрофоном и спрашивал людей, как они относятся к Блэр Вич Проджект. И мне говорили люди, что это документальный фильм, что он очень страшный, что они не хотят ничего такого больше смотреть, что самое интересное, что это их очень сильно напугало. Тогда люди были намного наивнее, тогда никакого Ютуба не было. И вот первое столкновение с таким симулякром, киносимулякром, их как-то могло шокировать. Сейчас, наверное, много чего уже произошло, собственно говоря. Я знаю ведь и художников, которые устраивали всякие в рулете всякие шоу с повешением и прочее. То есть, почему нет-то? Ну, как бы, если ты такой человек, который хочет кого-то разыгрывать, не знаю, как это существует, то есть, конечно, существует термин для человека, который устраивает розыгрыш, но я ему не могу вспомнить. Ну, в общем, если ты такой розыгрышемейкер, то, конечно, по природе своей, то, конечно, грех не воспользоваться такими идеями. И, в общем, мне нечего злиться на этих людей, которые неискренне, которые надевают маски, поэтому, да ради Бога, пусть они их надевают сколько им угодно, могут оплодить бесконечно каналы, выдумывать свои истории жизни, несуществующие. И мне, наверное, уже, ну, мне персонально неинтересно было бы заниматься такими вещами, но наблюдать за этим, безусловно, интересно. Чао-чао, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал и не злитесь, что я убил эти два видео, в которых вы писали комменты, за которые вам спасибо, которые я все прочитал, естественно, и не забыл. Ну, а просто я не хочу, чтобы эти видео стояли. Мне кажется, что лучше, чтобы их не было. Чао.